Огонь революции не дает покоя депутату Николаю Плотникову, а тот, в свою очередь, городской мэрии. Напомним, не так давно беспартийный коммунист привлек внимание общественности и чиновников к бардаку, царящему в самом центре города, а именно к мемориалу борцам революции. Пантуан долгое время использовался в качестве бытовки. Благодаря запросу депутата памятник освободили от метил и мусора и заперли на замок. Но на этом Плотников не остановился. Новым запросом он требует вернуть мемориалу прежний вид. Довести начатое дело до конца и предусмотреть в бюджете следующего года средства на реконструкцию указанного памятника для устранения тех недостатков, которые сама администрация указывает, обрушение части конструкции и восстановление его в первоначальном виде. То есть, изначально там стоял хрустальный кристалл и, в общем-то, задумка этого памятника без указанного кристалла, без подсветки и, честно говоря, без посещения возможности пройти вовнутрь, она нереализуема. По словам представителей городской мэрии, памятник этот федерального значения, а следовательно, ответ за него должен держать Департамент культуры и культурного наследия региона, куда мы и обратились с вопросом, где кристалл. Нами были изучены в полном объеме все документы государственного учета, начиная с момента создания объекта, была изучена и проектная документация, сметная документация, в том числе имеющаяся в распоряжении паспорт на недвижимый памятник истории, акты приемки, проект реставрации, ну то есть вот все, что имеется в распоряжении Департамента. Сегодня мы можем однозначно сказать, что ни в одном из перечисленных документов нет сведений о том, что там в свое время было установлено то, о чем вы говорите. Кристалл отыскал все руководителя комитета по культуре городской администрации Сергея Фролова. Хрусталь хранится у него в кабинете, дожидаясь реставрации пантеона. Если средства на восстановление пылающего сердца революции все же найдутся, памятник не только украсит центральную площадь города, но и повысит туристическую привлекательность родины Первого Совета.